Сегодня у меня есть потрясающая возможность общаться с самыми невероятными гостями. Лев Хасис, компания Сбербанк. Я думаю, что всем известно. Лев, я знаю, что только что у вас закончилась ваша панельная дискуссия, где вы говорили о диджитал. Мы к этой теме вернемся буквально через несколько минут. Я хотел спросить у вас, как человека опытного, который уже более 20 лет работает в ритейле, что, по вашему мнению, за эти 20 лет принципиально изменилось? Скажем так, я в разных видах ритейла работаю, наверное, лет 30. Из них действительно лет 15 проработал в FMCG ритейле, собственно, том бизнесе, в котором является ярким игроком метро. Изменилось очень многое. Если в начале 2000-х, конце 90-х это был в основном офлайн ритейл с очень маленьким влиянием современных технологий, то сегодня технологии меняют все. Меняют то, как устроен бизнес, меняют то, как мы общаемся с клиентами, как мы выстраиваем цепочки поставок и как мы строим взаимоотношения с партнерами, с финансовыми институтами и так далее. Поэтому сегодня мы живем абсолютно другой реальности. Ну и сегодня, я так понимаю, что в ритейле совершенно другие запросы. И если я правильно понимаю, то тема вашего выступления – это необходимость диджитализации ритейла в том числе. Что компании, которые не следуют и не идут в ногу со временем, через несколько лет могут стать настоящими аутсайдерами. Мне кажется, что Метро сделало гениальную вещь. Они решили не злоупотреблять вниманием слушателей, моей потенциально нудной речью, а организовали очень интересную панельную дискуссию, в которой я был очень горд выступить в качестве модератора. И пригласили туда очень ярких представителей российского бизнеса, начиная с генерального директора Метро Джереми Хаумса, руководителя других ведущих российских компаний. И мы все вместе рассуждали о том, что меняется, как меняется. Мы рассуждали о том, что происходит сейчас на рынке, какие тренды, куда движется индустрия. И мне кажется, что участникам, всем людям, которые пришли послушать нашу сессию, было интересно. Куда движется индустрия? И самый главный вопрос, наверное, для тех, кто не смог поприсутствовать на вашем очном выступлении, но наверняка задаст этот вопрос после просмотра видео. Все движется к тому, что все должно быть максимально удобно, эффективно и быстро. Вот эти три фактора, они всегда существовали, но современные технологии позволяют совершенно по-другому на это ответить. Удовлетворить любую потребность, будь то бизнес-потребность или потребность частного лица, в тот момент, когда она возникла, максимально быстрым, эффективным и качественным способом. Есть уже какие-то прогнозы, когда, скажем так, новая бизнес-модель будет работать и когда мы сможем увидеть ее вживую? Я не думаю, что речь идет о том, что, знаете, переклестнулась дата и вчера было так, а завтра наступило по-другому. Это постепенные процессы и мы сами видим, как медленно, но неуклонно новые гаджеты, технологии входят в нашу жизнь. Поэтому мы просто в какой-то момент поймем, что это совершенно другая реальность. Но точно так же, как сейчас, посмотрите, люди сидят беспрерывно в гаджетах, а лет 15 назад это была абсолютно экзотика. Поэтому медленно, но неуклонно все меняется. Под вашим чутким руководством мы будем следить за тем, как все меняется и куда мы движемся дальше. Дальше вам хочу сказать большое спасибо за ту работу, которую вы делаете для удобства потребителей каждый день. Сбербанка вообще это миссия дать людям ощущение уверенности и надежности, помочь им удовлетворить их самые насущные потребности, а также реализовать устремления и мечты. Поэтому все, что от нас зависит, будем для этого делать. Спасибо вам. Вы двигаетесь в правильном направлении. Хотим сказать вам большое спасибо. Спасибо вам. Спасибо.